Книга открытым оком. Вопрос 1518, 6 том. Тема Святая Библия. Евангелие от Луки, 16 глава, 22 стих. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. В каком месте находится Лона Авраамова? Что это такое? Эти события происходили до шоссествия Христа в ад. Если это происходило в каком-то из мест ада, то возможно ли было туда попадать ангел? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодняшнее наше знание об аде нисколько не обширеннее, чем у тогдашних жителей Вифании. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 1 стих. Был болен некто Лазарь из Вифании. А те, кто там побывал, почему-то так и не разрешено точно описать, что же это такое и где это такое. Иоанн Златоус считает, что это место мучения находится за пределами вселенной. Что-то об этом мрачном месте описывается аллегорически, что-то кромочкой. Пророк Исаия о ком-то говорит, как об упавшем с неба, а потом об аде, о царе и царе Вавилонском. Исаия, 14 глава, с 9 по 16 стих. Мы читаем. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов и всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделал себя сильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Лона Авраамова – это не место мучения, и при том это сказано в притче. Но до того места отнесем был Лазарь ангелами. Лона – это место и положение человека, когда кто-нибудь берет его к себе на колени и прижимает к груди. Иногда понимают, как бы за пазухой. Когда Иоанн и Златоуса спрашивали о месте нахождения пророка Илии, он ответил, что известно из Библии, а чего нет в Библии, о том и не рассуждаем. Это же можно сказать и о другом месте, не менее неизвестном и даже более загадочном, запредельном. Чего об Аде не написано, о том и не рассуждаем. Но только бы туда не попасть, чтобы и мы не попали туда. Евангелие от Луки, 16 глава, 28 стих. Не пришли в это место мучения. Один проповедник с большим пафосом и очень красочно описывал муки в аду. Так что прихожанин сказал другому. Похоже, что он только что оттуда вернулся. Изображает все в натуральную величину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok